Немного тушёвки. Я создаю шедевр. Ой, карандаш сломался. Почему это всегда происходит со мной? Это так раздражает. К счастью, я всегда на готове. Я ношу с собой точилку. Вот она. Хм, тут много стружки. Нужно её высыпать. Эй, осторожнее. Это что, шутка? Наверное, я сильнее, чем думаю. Эм, ну конечно, как скажешь. Но это не решает мою проблему с карандашом. Что мне теперь делать? А, хорошо. А, Алекс, что ты делаешь? Я точу карандаш. Разве это не очевидно? Эм, нет, не совсем. Не помогло. Стоп! Что не так? Он того заслуживает. Положи биту. Отлично. Возможно, ты права. У меня есть запасной план. Нет. Что я должен делать? А, я помогу тебе. Можешь взять вот это? Это решит все мои проблемы. Я покажу тебе карандаш. Он будет красивым и острым. Так намного проще. Спасибо, Саня. Алекс, тебе нужно успокоиться. О чём ты? Думаю, этого достаточно. Повсюду валяется стружка от карандаша. Он, он потерял контроль. Ещё, ещё, я хочу ещё. Ты слышишь меня? Кажется, у него проблемы. Это, это уже слишком. Подождите. Может быть, я смогу использовать эту бутылку? Да, я знаю, что делать. Я сниму крышку и сделаю в ней отверстие. Идеальный размер. Далее мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей вокруг отверстия. Затем прикреплю к нему точилку. И подожду, пока клей застынет. Затем я снова надену на бутылку крышку. Это как раз то, что ему нужно. Алекс, остановись. Вот, попробуй. Пустая бутылка. Подождите, там внутри точилка. Я попробую. Пожелай мне удачи. Вся стружка собирается в бутылке. Спасибо, Саня. Ты лучше. Дай пять. О, нужно все высыпать. Что за? Да, так намного лучше. Как много конфискованных продуктов. Но правило есть правило. Ничто не пройдет мимо меня. Ой, у меня в животе урчит. Может быть, я быстро перекушу? Никто ни о чем не узнает. Ммм, шоколад. Как вкусно. Ой, я чуть не уронила конфеты. О-оу, это нехорошо. Пора идти на урок. И мне лучше выглядеть устрашающе. Стоять. Ты же знаешь, что в классе запрещено есть. Никаких конфет и чипсов. Это шоколад у вас на лице? О чем ты? Ммм, но есть все равно не разрешается. Это несправедливо. О-оу. О, ну ничего себе. Подождите, мои вкусняшки. О, этот день становится только хуже. Я так хотела их съесть. Нужно все собрать. Посмотрите на этот беспорядок. Мармеладные мишки всюду разбросаны. Минутку. Посмотрите на это. Солнце их расплавило. Ничего себе. У меня появилась идея. Я сниму ластик с карандаша. Затем я вставлю соломинку. Вот так. И отрежу лишнее. Это выглядит примерно так. Теперь я возьму зажженную свечу. Я растоплю над пламенем мармеладного мишку. Ммм, как вкусно пахнет. Я хочу, чтобы он превратился в жидкость. Затем я вылью жидкость в соломинку. Вот так, осторожно. И подожду, пока мармелад застынет. Секретные мармеладки. О, да. Это снова ты. У меня нет еды. Ого. Какие вкусные чипсы. Фух, получилось. Думаю, я заслужила угощение. Ммм, это так вкусно. Это как раз то, что мне нужно. Класс. Какая сложная контрольная. Но у меня есть телефон. Подождите. Секунду. Я чувствую запах шпаргалки. Ага. Алекс. Эмма, это не то, о чем вы подумали. У тебя большие проблемы. Ты знаешь правила. Я? Я звонил маме. Что мне делать? Подождите. Я понял. Дай сюда. А? А о чем вы? Твой телефон. Подождите. Его здесь нет. Вам, наверное, показалось. Я слежу за тобой. Пристально слежу. Фух, чуть не попался. Но я ее обманул. Это просто фотография на телефоне. Я гений. Это было так смешно. Эй. Обратите внимание. Математика, это вам не шутки. Это точно. Псс. Сани, смотри. Вау. Это так круто. Врум-врум. Круто. Би-би. Ты классно водишь. У меня даже прав нет. Что здесь происходит? Дайте сюда. Никаких игр на уроках. Упс. Извините. Больше никаких шалостей. Я серьезно. О, а мне так понравилось. Лови, Сани. Вот. Отличный бросок. Продолжай. Али-оп. Перехват. Что я сказал? Не подавай виду. Он ничего не подозревает. Снова ничья. Это уже двадцатая подряд. Ножницы победили бумагу. Никогда меня не подводят. Мой самолет готов. Вау. Он взлетел. Осторожно. Я пытался предупредить тебя. Что-то мне нехорошо. Извини. Это вышло случайно. Подожди. У меня есть идея. Мне понадобится лист бумаги. Я вырежу нолики и крестики. Это пока можно отложить. Теперь я возьму свою тетрадь. И прикреплю к ней сетку. Получается доска для игры в крестики-нолики. Это поможет скоротать время. Давай. Я пойду первой. Я в этом деле профи. Не будь слишком самоуверенным. О, что там происходит? Очень интересный урок. Спасибо. Я стараюсь изо всех сил. Отлично. Так-то лучше. Вернемся к проверке работ. Здесь пятерка с плюсом. Точно двойка. Многие из моего класса сами не знают, что пишут. О, я устала. О, уже так поздно. Нужно закончить проверку как можно быстрее. Осталось всего несколько. О, боже. Какой жуткий сон. О, нет. Весь мой лоб в чернилах. Теперь все это нужно оттирать. Надеюсь, ластик мне поможет. Секундочку. Кольцо мне пригодится. Нанесем каплю горячего клея на кольцо и приклеим на него ластик. Осталось только сделать на ластике букву, означающую «нет». Вот, теперь у меня два кольца штампа. Одно для плохих отметок, другое для хороших. Получилось так удобно. Вернемся к работе. Берем листок и проверяем ответы. Тут ставим хорошую оценку. А здесь плохую. А тут опять отлично. А ну-ка, поглядем внимательнее. Впечатляет. Оценка отлично. Вот и все. А, я так быстро справилась. Ого, я сэкономила уму времени. Можно идти домой. Да, мы пришли на урок вовремя. Эй, вы двое. Хватит болтать. Начинаем контрольную. Ну да, контрольная. Хорошо, что мы готовились. Неплохо. У меня тоже есть маленькая шпаргалка. Мы точно ответим на все вопросы. Хм, чего это вы улыбаетесь? Подозрительно. Нужно просканировать комнату. Ха, так я и знал. У них шпаргалки. Тревога, нарушение правил. Эй, ты и правда думала, что сможешь меня обмануть? Целая стопка шпаргалок, и ты их даже не прячешь? Как ты могла решить, что я не замечу? Ну, а я тебя вычислил. И тебя тоже. Теперь держитесь. Что это у тебя здесь? Холодный кофе? Эй, минутку. Что ты там прячешь? Написано так мелко, достойно восхищения. Но это все равно шпаргалка. Я ее забираю. Нет. Я не хочу получить двойку. Погодите. Кажется, не все потеряно. Я и забыла, что у меня есть еще шпаргалки. Вот здесь. А, а мне как быть? Эй, что это у меня на ботинке? А, жвачка. А что если? Можно просто прилепить шпаргалку к подошве. Вот так. Надежно и незаметно. Теперь с ответами проблем не будет. Что происходит? Ау, ничего. Я просто обмахиваюсь. Здесь жарко. А она занимается йогой. А, окей. Кажется, все в порядке. Продолжайте работать. Ура. Пятерки у нас в кармане. Может, обойдемся без этого? У меня ничего нет. Клянусь. Вранье тебе не поможет. Ох, я реально влип. Теперь точно двойку получу. Можешь проходить. Ничего себе денек начался. Но одно место она забыла проверить. Неудачница. Мой сынуля. Такой умный и прилежный. Не то, что эти лоботрясы. Пожалуйста, вызовите меня. Меня. Я знаю ответ. Давай ты, Брайан. Моя радость. Иди сюда. Снова я? Она вечно вызывает к доске Брайана. Окей, мам. Я готов. Хотя не совсем готов. Если три умножить на два будет шесть, то значит здесь ответ будет пять. Да, уверен в этом. Подумай еще немножко. Что? Не угадал? Добавь туда единицу. О, я все понял. Готово. Мой маленький отличник. Подпишешь мой тест? Вау, спасибо. Сама не верю своему счастью. К такому и привыкнуть можно. Провозглашаю тебя королем этой школы. Мило. Как хорошо быть и мамой, и учительницей. Итак, начинаем контрольную. Хорошо, что я все выучила. Эх, не стоило играть весь вечер. Ну и попал же я. Эй. Можешь мне помочь? Хорошо. Ответ на первую — 52. На вторую — 65. Что там за шепот? Опять списывает. Тсс. Меня не обманешь. Попробуем другой способ. Можно обойтись без слов. Упс. Прекратите или оба получите двойки. А, как же быть? Минуточку. Вот оно, решение. Псс. Смотри на мои руки. Разные точки на парте означают буквы. Понял. Окей, какой ответ на первую? А, а на вторую? Что там у вас происходит? Просто захотелось подвигаться. Ну ладно. У самого такое бывает. Мы такие крутые. Успеть бы все записать. Черничное. Брайан? Тут не место для конфет. Убери их сейчас же. Эх, веселье закончилось. Ну и неряха. Что? Только и можешь критиковать. Кто бы мог подумать, что рюкзаки бывают такими разными. Пока. Загляну в свой шкафчик. Так, никто меня не видит. Нужно кое-что взять. А-а-а. Ох. О нет. Бетти? Тут ничего интересного. Хватит на меня глазеть. О, Бетти. Ты тоже любишь копить всякий хлам? Хе-хе. Смотри, это может пригодиться. Просто добавим магнитик. Можно сделать несколько карманов для разных вещей. Чтобы все было в порядке. Спасибо, Брайан. Пойдем. Хотите превратить туалетную втулку в нечто классное? Возьмите миску и наполните ее клеем. Затем наполните другое блюдо разноцветными помпонами. А сейчас самое прикольное. Берем помпоны и бережно прижимаем к втулке. Вот так. Готово. Смотрится неплохо. Получился отличный держатель для карандашей. Ты готова к школьным будням? Мне осталось собрать сумку. Мне понадобится эта книжка. Хороший выбор. И вот эта. Окей. А, не трогай меня. Эва, что ты делаешь? Это понарошка, пап. Расслабься. Так, кажется, теперь все. Можно идти. Что? О нет. Только посмотри. Хей, пап. Что же нам делать? Нужно подумать. Думаю, у меня есть решение. Пора на урок. Знаешь, я сама могу носить свои вещи. Эй, подожди меня. Это так унизительно. Просто сделай вид, что мы незнакомы. Эй, где все популярные ребята? Может, я смогу потусоваться с ними? Нет. Сюда нельзя. Это туалет для девочек. О, чуть не случился конфуз. Я подожду снаружи. Я подожду снаружи. Он ушел? Я знала, что это сработает. Наконец-то я свободна от папы. Но мне нужно быть на чеку. Кажется, все хорошо. Можно идти на урок? Обожаю науку. Пожалуйста, только не это. Невероятно. Я снова чувствую себя молодым. Как у тебя дела? Эй, все в порядке. Спасибо. Это неправильный ответ. Пап, я сама разберусь. Молодец. Умница. О, боже, прекрати. Ну и денек. Чего он только сегодня не вытворял. Мне нужно успокоиться. Хорошо, что у меня есть этот пупит. Минутку. Есть отличная идея. Нанесем клей по краям пупита. Вот таким образом. Не нужно торопиться. Теперь возьмем застежку-молнию и приклеим ее сверху. Затем нам нужен еще один пупит. Нанесем клей в его центре. И приклеим к нему вот такую бабочку. Пап, хочешь взглянуть на мой новый ранец? Вау, невероятно. Такой красочный. Давай положим туда учебники. Это намного лучше, чем твой старый ранец. Чудесного дня, солнышко. Спасибо, пап. До вечера. Эй, ребята, поглядите. Классная сумка, Эва. О, да. Так здорово. Это лучший ранец на свете. Давай, сумка, не отставай. Не могу поверить, я рассыпала все вещи. Что такое? Да ладно, как это возможно? Молодец, сумка. Ты отлично справилась. Время перекусить. Ммм, это я не очень люблю. Ау, в чем дело? Может, это яблоко утолит мой аппетит? Ммм, какое-то безвкусное. Ау, опять? Да что ж такое? Осторожнее. Пить хочется. Ау, здесь больше ничего не осталось. В этот раз я поймала. Вау, какая у тебя классная сумка. Она намного круче моей. Эй, можно? Я хочу сделать селфи с тобой и твоей сумкой. Ага, конечно. Давай. Ничего себе! У нее такая чудесная сумка. Я тоже должен попасть на эти фото. Эта сумка идеальна для школы, мисс. Поздравляю! Не могу поверить, что это происходит. Одну секунду. Эта пластиковая бутылка как раз то, что надо. Приступаем к творчеству. Возьмем застежку-молнию и, конечно же, бутылку. Обернем это вокруг бутылки вот так. Расстегнем застежку. Теперь можно сделать надрез на бутылке. Вуаля! Получился стильный пенал. Покрасим его серебристой краской и добавим языки пламени. У нас вышла ракета. Откроем пенал и вставим свернутый лист плотной бумаги. А теперь пора положить внутрь все мои ручки и карандаши. И не забудем вкусняшки. Пару сладких батончиков. Теперь застегиваем. И все готово. Пора похвастаться моим ракетным ранцем. Мой ранец смотрится круче ваших. И я в любой момент могу подкрепиться. Эти ракетные двигатели оправдали мои ожидания. Плюс мне очень нравятся твои... Прости, мне нужно идти. Эй, можно посмотреть твой рюкзак? Такое прикольное пламя. Вау! Ого, не поделишься сладостями. Супер! О, так много внимания. Это чересчур. Ужасно! Нет, 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 нет. Мне хватит. Отойдите! Что такое? Пока-пока, школа! Не может быть! Куда она делась? Улетела в космос? Вау! Это точно был луч ранец на свете! Что ж, может мой тоже кое на что способен. Ранец! Доставь меня в космос! Здесь так тихо и спокойно. Мне очень нравится. Все бумаги перемешались. Это совсем не круто. А! Ай-яй-яй! Теперь все только еще хуже. Ну все. Пора решить эту проблему. Иди сюда, Степлер. Что? Почему он не работает? Скобы кончились. Ну конечно. Эй! Секундочку. Кажется, у меня есть идея на этот счет. Итак, все бумаги аккуратно сложены. Теперь берем канцелярский нож. И делаем две прорези здесь и здесь. Теперь согнем уголок и вставим его во вторую прорезь. Вот так. Мы скрепили листы без степлера и скоб. Ах, наконец-то все бумаги в порядке. И ничего не распадается. А теперь на урок. Осторожность прежде всего. Никогда не знаешь, кто может подглядывать. Даже когда меньше всего этого ждешь. Нет, здесь все спокойно. Пока все идет хорошо. И учитель не видит. Идите сюда. Я так ждал этого момента. Есть. Только посмотрите, разве не красота? У меня уже текут слюнки. Лучше подбери их. Дэвид, ты знаешь правила? Никакой еды и в классе. Это так раздражает. О, извините. Я больше не буду. Ты каждый раз так говоришь. Я больше так не могу. Что? В чем дело? Тебе это понадобится. Спасибо. Рада помочь. Минуту. Ну, конечно. Нужно все делать быстро. Смотрите внимательно. Это очень важно. Что? Бумага прилипла к моей руке. Что происходит? Да. Так ей и надо. Это будет эпично. Взять на место. Эй, в чем дело? Это нужно есть. О, точно. Это конфета, а не клей. Сперва нужно вынуть из футляра клеевую палочку. Затем почистим футляр изнутри. Мы же не хотим есть сладости с клеем. Теперь берем конфеты и складываем их стопкой. А затем вдавливаем в них футляр. Получилась сладкая конфетная палочка. Как раз то, что мне нужно. Очень вкусно. Я знала, что тебе понравится. Как здорово, что мы сидим рядом. Что у вас творится? Просто склеиваю страницы. Вот ваши отметки за тест. У меня плохое предчувствие. Что? Что происходит? Не знаю, но мне это не нравится. Вы написали на отлично. Пять с плюсом. Ничего себе. Да. Дай пять. Я знал, что вы сможете. Я так горжусь вами обоими. Отличная работа. Я так счастлива. Помещу это в рамку. Вы усердно трудились и заслужили награду. Как насчет вкусной пиццы? О, она уже здесь. Спасибо за быструю доставку. Не забудь оплатить, приятель. О, разумеется. Сейчас вы на бумажник. Что? О, в моем бумажнике дыра. О, извините. Одну минутку. Как неловко. Кажется, этого хватит. Пожалуйста. Приятного аппетита. Думаю, мне нужно купить новый бумажник. Этот был такой удобный. По крайней мере, можно насладиться пиццей. Спасибо. А теперь, если вы не против, мне нужно уединиться. Хочу вспомнить, как мне было хорошо с моим бумажником. Я не могу больше ждать. Дэвид, прекрати. Ау, больно же. Мы должны ему помочь. Что ж, ничего не поделаешь. Должно быть какое-то решение. Придумала. Возьмем эту бумагу. Сложим лист бумаги тремя секциями. Теперь сложим левую часть пополам и проведем по ней клеем-карандашом. Прижмем, чтобы лучше приклеилось. Затем нанесем немного клея сверху. Нужно, чтобы концы как следует склеились. А сейчас сделаем складку внизу. И повторим еще несколько раз. Оклеим снизу куском фоамирана. Получился стильный бумажник. Осталось добавить детали. Такой милый единорог. Как тебе это? Подброшу ему на стол. Что? Откуда это взялось? Какой интересный потолок. Это вы сделали? Сейчас посмотрим. Вау! Тут столько отделений. Вы просто молодцы. Спасибо большое. Я рада, что вам понравилось. Не терпится испробовать. Красота! Здесь столько всего можно хранить. Изумительно! Похоже, этот бумажник будет еще лучше прежнего. Какой замечательный у меня класс. А теперь давайте есть. Итак, посмотрим, кто первым решит это уравнение. Я точно сделаю это раньше тебя. Посмотрим. Три! Начали! Смотрите, как усердно она старается. Она что, не будет соревноваться? Ну и ладно. Тогда я точно выиграю. Что она вообще делает? Пилит ногти? Какая глупость! Она еще не принимает всю серьезность положения. Кофе? Где она вообще его взяла? С шоколадным батончиком? Может, она еще и обед свой достанет? Ладно, я просто продолжу решать. Я все... Что? Не может быть! Как это возможно? Но я же еще не решила уравнение. Она производит слишком много действий. Я предпочитаю действовать хитрее. Сверху напишем первые три цифры. А второе число сбоку справа. Итак, трижды семь. Двадцать один. Запишем это число здесь. Так, дальше один умножим на семь. Это легко. Семь. Этот ответ записываем в ячейку посередине. И, наконец, четырежды семь. Двадцать восемь, конечно. Записываем в последнюю ячейку. Первая цифра два. Затем складываем цифры в следующих двух ячейках. Получается один. Теперь две следующие ячейки. Семь плюс два равно девять. Девятка идет сюда. И последнюю цифру восемь. Тоже опускаем вниз. Это и есть ответ. Две тысячи сто девяносто восемь. Готово! Двадцать восемь. Заморозьте воду на дне емкости. Достаньте получившийся кусок льда. Теперь возьмите краски. Немного порисуем. Нанесите краску прямо на кусок льда. Используйте краски разных цветов. С таянием льда краска будет перетекать и закручиваться. И цвета начнут смешиваться. Продолжайте добавлять разные слои краски. Это здорово расслабляет. Такой классный эффект получается. И конечный результат крутой, правда? Так, наверное, стоит начать классную работу. А? Что не так с моей ручкой? Чернила кончились. Как обычно. Ничего. София! Эй! Все в порядке, Луна? У меня ручка не пишет. Можно одолжить твою? Без проблем. Уверена, у меня есть запасная. Она должна быть где-то здесь. Эм, это не ручка. Момент. А? Кто бы мог подумать? Хм, как много всего. Надо быть организованнее. Стойте! У меня есть идея. Я знаю, как хранить вещи в чистоте и порядке. Сначала натяну эту резинку на свою папку. Мне понадобится еще несколько. Теперь я могу хранить здесь все свои вещи. А внутри есть еще место. Больше ничего не потеряется. Выглядит неплохо, да? А вот и ручка. А? Что? А, точно. Спасибо. Просто супер. Мне такой сон снился. Какой скучный тест. А мне нравится. Ты такая ботанка. Может мне повеселиться? Эй. Ведешь себя как ребенок. Мне нравится этот вопрос. Надо отсюда выбираться. О, минутку. Эй. Ну что еще? Смотри. Потрю ручку о свой рукав. Теперь покручу немного. Признайся, ты удивлена. Ого. Да ты волшебница. Да, я попробую. Хм, кажется, что-то не так. Волшебники никогда не раскрывают своих секретов. Может, нужно больше трения? Итак. У меня не получается. О, придумала. Надо использовать мозг, чтобы разобраться. Ах, я совсем забыла о гравитации. А вращение Земли означает... Поняла. Попробуем еще раз. Никакой магии. Ну и ладно. Оу. Класс. Никаких разговоров. Простите. Попалась. Упс. Я слежу за тобой, София. Я выполняю работу. Видите? Это последнее предупреждение. Стойте. У меня точно была ручка. Кажется, тест провален. Ладно. Нужно положить вещи в шкафчик. Эй, ты. Иди сюда немедленно. Плохо дело. Так, мне будет нужен телефон. Телефон. Нет. Держу. Ты написала на двойку. Нужно что-то делать. Кнопка заморозки времени работает. Теперь я смогу все исправить. Прежде всего, тест. Двойка? Ну уж нет. Как насчет пятерки с плюсом? Может, добавим и другие изменения? Теперь у нее усы. Очень смешно. Окей. Теперь разберемся с тобой. Он такой милый. Хочет поймать мой телефон. Нельзя, чтобы он ушибся. Итак, телефон. Вау. Круто. Он завис в воздухе. Но тебе место не здесь, а у меня в руке. У меня есть ободок для волос. Он похож на пружину. Отломим вот этот кусочек. Ты пригодишься для телефона. Нанесем на чехол немного клея. Приделаем еще несколько кусочков, чтобы кругом были пружинки. Да, вышло просто идеально. Так, пора разморозить время. Это отметка, никуда не годи. Постойте. Здесь пятерка с плюсом. О, я что-то напутала. Извини. Ты тощая, слишком тощая. Откуда это взялось? О, мой телефон. Вот он. Да, с ним все в порядке. Да, он отскакивает от пола обратно мне в руку. Хей, привет. Вот это видео. Класс, внимание. Сегодня у нас контрольная. Каждый из вас должен положить свой телефон вот сюда. Ты знаешь, что делать. Клади свой телефон. Молодец. Окей, теперь ты. Гаджет в коробку, пожалуйста. Ладно, ладно, держите. Я знаю, что у тебя есть еще телефон. Это еще не все. Да знаю я. Их не так просто найти. Наконец-то. Благодарю за сознательность. Ты следующая. Пожалуйста, сложи сюда все телефоны и гаджеты. Гадство. Без них мне не написать этот тест. Мне нужно получить хорошую оценку. А не то будут проблемы. Мама мне задать жару за двойку. Она очень не любит плохие отметки. Кричать на меня будет. Что же мне делать? Надо успокоиться. Ха. Кажется, есть выход. Да, это должно помочь. Нужно просто отстричь несколько рядов. Теперь берем ручку и помечаем пупырышки цифрами. Дальше мне нужен этот маленький блокнот. Вот так. Я заменила обложку блокнота поп-литом. Да. Я смогу использовать эту штуку вместо калькулятора. Это очень помогло мне с задачками. Итак, время вышло. Пора сдавать работы. А ну-ка, погляди. Невероятно. Ты решила все задачи. Пять с плюсом? Да. Мама будет так гордиться. Не терпится увидеть ее реакцию. Ура. Вот и она. Привет. Мой прикол сработал безупречно. О, ха-ха. Это было так смешно. Ты настоящий пранкер. Я должна разыграть ее в ответ. Так, что у меня есть под рукой? О, как насчет этих мятных конфет? Снимем верхнюю часть, а теперь возьмем точилку. Все готово. Можно снова надеть корпус. Хорошо. А сейчас возьмем палочку от мороженого. Пока все идет отлично. Сверху нужно приделать пластик. Кажется, все на месте. Только добавим кусок ткани. Обернем его вокруг прозрачного пластика. Супер. А теперь желтая ткань, вырезанная таким образом. Обернем ее сверху, там, где ластик. Хорошо, что я все измерила. Детали идеально подходят друг к другу. Теперь добавим эти глазки. И ротик. Какая милая улыбка. И, конечно же, не забудем посыпку. Зацените. Мило и практично. Можно точить карандаши. А, да. Отличный результат. Пора привести в действие мой хитрый план. А, что она там делает? Она что-то ест? Эй. Вау. Дай мне это. Ты же знаешь, как я люблю такие штуки. Теперь и ты купила с тобой прикол. Твои зубы. Это был классный розыгрыш. Дай пять. Да, круто. Какой потрясающий рисунок. Эта улитка такая веселая. А вот и идеальный цвет для нее. А, что не так с карандашом? Он совсем исписался. Это использовать нельзя. И с остальными дело не лучше. Нужно их заточить. Что-то трудного. Теперь можно будет докрасить улитку. Еще немножко. Заточу остальные карандаши. Они мне тоже понадобятся. А знаете, это весело. Весь день готов точить. Еще. Хочу еще. Хм. Кажется, я слишком увлекся. Да. Это уже чересчур. Пожалуй, надо все убрать. Осторожно. Только бы не рассыпать. Поверить не могу. Она на это решилась? О, ты идешь на вечеринку? Берегись. Нет. А-а-а. Что ты наделал? Ох, какая гадость. Дэвид. Извини. Э, ты еще вот тут пропустила. Я пойду. Как ты мог так поступить? Я перезвоню. Нужно пообедать. Достану газировку. О, тут кругом карандашная стружка. Что? Серьезно? Я же сказала, извини. Положи точилку. Я не шучу. Постойте. У меня есть идея. Возьмем пустую банку из-под колы. И эту дрель. Осторожно просверлим дырку вот здесь. Теперь нам нужна наждачная бумага. Удалим верхнюю часть банки. И возьмем клеевой пистолет. Думаю, достаточно. Теперь приклеим сюда точилку. И вставим все обратно в банку. Проведем испытание. Вся стружка остается внутри банки. Чисто и аккуратно. Это для тебя. Правда? Как мило. Спасибо, Дэвид. Нужно заточить остальные. Так, мне нужен этот маркер. Итак, начинаю писать. О, у Кевина такая классная прическа. И он такой клевый. И милый. О, весь день бы на него смотрела. Воу. Кажется, я замечталась. О, нет. Нет, нет, нет. Я написала его имя в куче сердечек. Так, вот губка. Не получается. Не стирается. Наверное, я использовала не тот маркер. О, мне поможет стакан воды. Наберу в рот побольше. Так, я готова. Теперь быстро все вытрем. Давай, ну же, давай. Стирайся. Бесполезно. Это тоже не работает. Что же мне делать? Я позорюсь на всю жизнь, когда другие это увидят. Ха, что здесь происходит? Это, простите, но это никак не стирается. Не переживай. Я знаю способ все исправить. Нам понадобится маркер для белой доски. Мы просто закрасим перманентный маркер маркером для белой доски. Нужно закрасить каждую линию. Так, что дальше? А теперь берем губку. Видишь? Теперь все легко стирается. Нет необходимости тереть доску. От перманентной надписи на доске не осталось и следа. Ого, так намного лучше. Божечки, а вот и Кевин. Фух, пронесло. Не волнуйся, мой рот на замке. Хочу хорошенько наточить этот карандаш. О-оу, кажется, я сейчас чихну. Хей, можно я? Апчхи! О-оу, опс. Прости, пожалуйста. Как много карандашной стружки. Ох, мне так стыдно. Погодите-ка, думаю, это сработает. Да, это отличное решение. Такого больше не повторится. Итак, у меня есть коробочка от Тик-Така. Высыпем драже и уберем верхушку. В нее отлично поместится точилка. Прикрепляем верхушку обратно к коробочке. Теперь я могу точить карандаши, не устраивая беспорядка. Тебе уже можно задать вопрос? Ага, я нашла решение. Видишь? Ого, а это очень умно. И как вы можете видеть, это растение под названием... Эм, для чего скучно? И не говори. Это мой звездный час. Я так долго ждал этого момента. Зацените-ка. Что? Она движется. Как это возможно? Проехали, чувак. Хм, вы не фанаты карточных фокусов? Окей. Как насчет кукольного представления? Вау, наш учитель такой крутой. Ничего, ни единой улыбки? Пора на взлет. Это что, прыщик? Да, вы трудная публика. У меня кончаются идеи. Придумал. Все любят зверушек из воздушных шариков. Это миленькая собачка. Кому ее подарить? Расслабься, бро. Я не знаю, что еще попробовать. Минуту. Есть еще одна задумка. Возьмем яркий маркер и скрепки для бумаг. Снимем с маркера колпачок. И отломим кончик. Теперь возьмем скрепку. Распрямим ее среднюю часть. И добавим на кончик капельку клея. Теперь возьмем корпус маркера. И наполним его мыльной смесью. Окунем в нее колпачок со скрепкой. Итак, класс. Внимание. Уж это вас точно заинтересует. Поглядите на эти чудесные пузыри. Ну да. Эй, что такое? Это пузыри? Проснись. Ты должен это видеть. Эй, ботанка, смотри. Я знал, что это поможет. Это намного круче скучных уроков. У нас тоже есть маркеры. Приступим. Мы готовы. Это просто супер. Потрясающий урок.